Бывшие профессионалы 1.6 версии Counter-Strike вновь готовы попытать счастье и вернуться на большую мировую арену. Маттиас Снайден Андерсон и Расмус Гакс Сталли сформировали команду Бланк. Нынешнее поколение игроков, наверное, и не знает, кто такие Снайден и Гакс, а ведь эти ребята в свое время наводили много шума на различных турнирах. Послужные списки у этих игроков бесконечные. 31-летний Маттиас Снайден Андерсон начал карьеру в 2001 году. Он выступал за 4Kings, Big Rip Gaming, H2K Gaming и Lions. С 2005 по 2007 год Андерсон был капитаном SK Gaming, в составе которой выиграл CPL Summer 2005 года, CPL Winter 2005, SEC 2007, а также вошел в топ-4 в первом сезоне Intel Extreme Masters. Уж поверьте мне, дорогие друзья, в свое время это были невероятные достижения. Расмус в Counter-Strike 1.6 также выступал за SK Gaming, H2K Gaming и Lions. Он трижды был частью команды Fnatic, в составе которой выиграл AEM 3 сезона, Codify в 2009 года, Dreamhack Summer 2011 и дошел до финала на WCG 2009 года. Действительно, этих ребят можно считать величайшими игроками, однако есть один, но очень большой и что-то мне подсказывает непреодолимый барьер в их цели. Это плотность сегодняшнего поля команд, которые навряд ли просто так пустят команду Бланка на финалы чемпионатов мира. Более того, после последних отборочных на ESL One New York, мне сложно представить, кого они там могут обыграть. Вновь я скажу, что на результаты нужно время, но при этом хочу отметить, что у таких игроков его просто-напросто нет. То, что вернулись в игру здорово, но надолго ли, пока неизвестно. Как сообщает официальный сайт ESL, организация Optic Gaming собрала новый европейский состав, чтобы принять участие в шестом сезоне ESL Pro League. В команду попали такие игроки, как Алексий Яли и Адам Фриберг. Первый уступил место в основном составе Ладиславу Ковачу, а второй, можно сказать, попал под сокращение в NIP, уступив место молодым дарованием Швеции. Также стоит отметить Эмилия Мэджиско-Рейфа, который тоже теперь будет играть за Optic. Смотря на лайнап игроков, сразу хочется сказать, что это микс. Определение команды как-то не вяжется с этими игроками, уж слишком разношерстные люди собраны в этом клубе. Каждый разного стиля, темпа и уровня, поэтому что выйдет из этого невозможно предугадать. Нельзя исключать какого-то сверхмощного бума в результатах, при этом возможен и моментальный крах. Поэтому только напряженные матчи покажут истинную форму и цели этих ребят. Ну и напоследок новость об очередном новичке Virtus.pro. Российский клуб серьезно задумался над завоеванием трофеев в новой версии старого шутера. При всех своих сложностях и местами противоречия, Quake Champions продолжает набирать популярность. Пусть медленно, но она все же растет. Ну а когда каждый день мы читаем новости о предстоящем Quake-коне, в рамках которого возьмет старт чемпионат мира с гарантией в 1 миллион долларов, то сомнений в масштабности игры быть не может. На прошлой неделе стало известно, что Алексей Янушевский не сможет посетить первый масштабный турнир в дисциплине Quake Champions. Менеджеры российской организации сразу же начали искать замену своему игроку, который сможет достойно защитить цвета Virtus.pro на таком турнире. Выбор пал на известного поляка Мация Авека Кшиковского. Стоит отметить, что Cypher и Авек неоднократно сражались друг против друга в финалах разнообразных турниров, а теперь они будут выступать под одним тегом. На счету Кшиковского золотые медали на ESVC 2007 года, GameGun 2008, DreamHack Winter 2008-2009 и других турнирах. Также подписание нового игрока означает, что теперь Cypher и Авек будут выступать бок о бок на турнирах 4 на 4. Это бесспорно крутое усиление для VP, теперь дело за разработчиками, которые обязаны проводить огромное количество турниров, чтобы Quake быстро не ушел в тень. На этом у нас все дорогие друзья, большое спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки под видео, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!